В каждом подъезде на Кузнецова 13 сегодня есть свои стены плача. Они становятся мокрыми, как только на улице теплеет, хотя бы до минус 5 градусов. В половине дома течь начала недавно. Жильцы другой части многоэтажки мучаются уже несколько лет. Вот тут уголки, чем тоже у нас. Даже можно, так сказать, это все, переклеивали с угол. Эти фотографии сделаны во время декабрьской оттепели. 90-ю квартиру дома тогда в прямом смысле залило водой. Пострадали все комнаты, подтопило даже соседей на четвертом этаже. Управляющей компании пришлось за свой счет делать косметический ремонт пострадавшим. Там вода текет прямо по стене, по стене прямо ручьем. И, конечно, ручей небольшой, необильный, но три ведра за ночь. Она снимает, прямо с пола снимает, выжимает и, соответственно, выливает в канализацию. Почему крыша протекает даже при минусовой температуре, главный инженер, управляющий компанией «Управдом плюс» Александр Сущенко, объясняет ее конструкцией. Во-первых, кровля плоская. В отличие от шатровой, снег с нее самостоятельно не сходит. Во-вторых, она с подогревом, то есть даже в мороз осадки тают. Но самое главное, нормального ремонта крыши не было с момента постройки дома уже более 20 лет. Оно течет не из-под крыши. Оно разрывает материал, пропитывает бетон и через бетон сочится. Чтобы минимизировать подтопление в квартирах, рабочие управляющие компании на чердаке дома соорудили систему водоотводов. Весной, да, если не принимать никаких действий, то есть здесь просто можно затопить все до первого этажа. А что, какие действия будут? Действия такие же, то есть у нас составлен внутренний приказ в эфирме, да, то есть через каждые два часа у нас специалисты приезжают, сливают воду, чистят снег, если он выпадает. То есть, чтобы хотя бы минимизировать протечки в квартире на личной клетке. Кстати, минувшим летом на крыше Кузнецова 13 был проведен ремонт. Правда, заменили только 200 квадратных метров кровли из двух с половиной тысяч. Эти объемы определили собственники многоэтажки. Общая сумма ремонта составила примерно 200 тысяч рублей. Средства были заложены в тариф. Современный кровельный материал появился над шестым подъездом и над частью девятого. Но его жильцам большой радости ремонт не принес. Мы сейчас над девятым подъездом. Над девятым подъездом две квартиры, 89-я и 90-я. В обеих сильные протечки. Первые протечки были у них на кухне, вот с той стороны. Мы сделали. Сейчас вот именно потекло в этом году. То есть на кухне теперь не течет, но течет во всех комнатах капитально. Да, теперь надо на эту сторону полностью все делать. В общем, чтобы люди не утонули в один прекрасный день в своих квартирах, требуется ремонт всей кровли Кузнецова 13. Естественно, это дополнительные, причем немалые расходы для собственников жилья. Если крыть крышу по современным технологиям, ремонт обойдется в 2 с лишним миллиона рублей. Это 20 тысяч с каждой квартиры. Зато лет 50 жители смогут не волноваться за состояние крыши. Сейчас ведется кориговоры с двумя фирмами, обе они кировские. Поэтому кровля немножко специфичная, поэтому нужны качественные материалы. Поэтому либо мембрана, либо резина. Вопрос о ремонте крыши вынесен на общедомовое собрание. Оно пройдет в четверг, 29 января. Для уменьшения стоимости ремонта управляющая компания намерена предложить собственникам и другие варианты. Например, реконструкцию кровли из более дешевых, правда менее долговечных материалов. Или ремонт только тех мест, где течет особенно сильно. По словам главного инженера управдома Плюс, какой бы способ ни выбрали люди, работы можно провести в расстрочку. Причем расплатиться они смогут не за один год, как это обычно бывает, а за несколько лет.